С приходом холодов наступает и пожароопасный период, связанный с отоплением. И сегодня мы поговорим на эту тему у нас в гостях заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Иван Кузьминов. Сейчас действительно осенне-зимний период. Какая наиболее частая причина пожаров в это время? Самой распространенной причиной пожара в осенне-зимний период является нарушение правил эксплуатации электроборудования, а также пользование неисправными печами и каминами. В ежедневном режиме проводится профилактическая работа о соблюдении требований пожарной безопасности граждан с учетом сезонных рисков. Основная работа проводится социальной группой населения. Это многодетные семьи, одинокопроживающие, пожилые люди и маломобильные группы населения. Данная работа проводится совместно с органами внутренних дел, социальной защиты, органов местного управления, посредством размещения информации в телеэфирах, печатных СМИ, используя интернет-ресурсов, мессенджеров, в ходе которых людям как раз таки доводится о необходимости соблюдения определенных требований в осенне-зимний пожароопасный период. Знаю, что вы буквально вчера вернулись с пожара, который произошел по причине отопительных приборов. Расскажите, пожалуйста. Вчера в деревне Картино, СНТ Картинская гора, в садовом доме произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1960 года и получил травму ее муж 1955 года рождения. Предположительная причина пожара – это аварийный режим работы электросети. Также у нас с начала текущего года на территории округа произошло 285 пожаров, аналогичный период прошлого года – 304 пожара. На пожарах погибло 3 человека аналогичный период прошлого года – 7 человек, и травмировалось 4 человека, аналогичный период прошлого года – 9 человек. Что вы посоветуете людям, чтобы все-таки таких случаев было как можно меньше? В избежание трагичных случаев, в случае пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра электрические приборы, которые еще не завершили свою эксплуатацию, пользоваться неисправными либо самодельными электроприборами, так как это может привести к пожару. Ни в коем случае нельзя сушить вещи, надключенными газовыми колонками, газовыми плитами. Также ни в коем случае нельзя сушить вещи на электрообогревателях. Перегружать электросеть – это зачастую очень важно помнить, так как в ряде домов проводка ветхая, и ее перегруз может привести к пожару посредством подключения больших электропотребителей, такие как электрокамины или тепловые пушки. – Вот осенью и зимой часто пользуются печным оборудованием. Какие ваши советы, как его подготовить к сезону? – Особое внимание необходимо уделить как раз-таки печному оборудованию. Призываем заблаговременно провести очистку дымовых труб от сажи. Это нужно делать перед началом отопительного периода, и далее регулярно, не реже одного раза в три месяца. Также запрещается использовать печи и камины без противопожарных разделок отступок от конструкции из горючих материалов, без устройства притопочных листов из негорючих материалов размером не менее чем 0,5 на 0,7 метров, и при наличии прогаров в наружных поверхностях печей и дымовых труб. – Автономные пожарные извещатели, насколько они себя зарекомендовали, советуют ли вы людям их устанавливать? – Для сохранения жизни и здоровья людей в случае возникновения пожара в жилых помещениях, домах и квартирах необходимо устанавливать обязательно домовые пожарные извещатели. Также стоит помнить об обеспечении как раз-таки этих помещений, периодичных средств пожаротушения, такие как огнетушители. – Сейчас каникулы, дети находятся в том числе и дома, когда родители отсутствуют. Как обезопасить детей? – Ну, нужно постоянно разъяснять ребенку об опасности игр с огнем и правил поведения в случае возникновения пожара. Важно, чтобы ребенок знал, что спички – это не игрушка, а огонь – это не забава. Чтобы у него отложилось, что пожар – это большое бедствие как таковое. необходимо научить ребенка правилам эксплуатации как раз-таки электроприборов, газовых плит, разъяснить ребенку, чтобы в случае пожара он ни в коем случае не прятался, а его основной задачей была выйти безопасно из дома и сообщить об этом взрослым. Ребенок должен знать свой адрес и номер вызова пожарной охраны – это 101 либо 112. – Ну и по возможности, наверное, все-таки как можно меньше детей оставлять. – Ну, это обязательно, да. – Спасибо большое за информацию. Надеюсь, что пожаров у нас будет как можно меньше. Я напомню, что на гостях был заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Иван Кузьминов. Продолжение следует...